Разбирать и собирать автоматы здесь умеют даже девушки. Старшеклассники в 53 школе вообще много что умеют. Метать гранаты, надевать противогазы, стрелять. Все это в рамках занятий в правоохранительных классах. В этой школе их 13 из 30. Начиная с первоклашек. Для них это скорее игра, но это пока. Мы носим погоны с первого класса. С первого класса мы начинаем маршировать в школе. Строевая выправка дает детям помимо физического здоровья, еще дает непосредственное упорство, проявляется к учебе и дисциплинирует дальнейшее по жизни. И сколько так в среднем приходится давить? Давить. Либо пока не оживет, либо пока скорая помощь не приедет. Это может быть часами. Сегодня в регионе начали обсуждать уроки начальной военной подготовки, которые должны внедрить с 1 сентября следующего года во всех школах страны. Предполагается, что это коснется старшеклассников, а обучать их будут преподаватели с боевым опытом. В этом плане этой школе повезло. Ученики здесь и так похожи в постоянной боевой готовности. А вот в других школах края может возникнуть кадровая проблема. В советской школе начальную военную подготовку преподавали либо военнослужащие, которые находились в отставке, либо в педагогическом университете была кафедра, которая выпускала учителей начальной военной подготовки. На сегодняшний день данных кафедр не существует, поэтому вот вопрос именно кадровый, он все-таки на повестке будет стоять. Можно сказать, что в этом вопросе нашей школе, возможно, будет чуть-чуть полегче. Во-первых, решен кадровый вопрос, во-вторых, материально-техническая база подготовлена. Кстати, здесь помнят примеры, когда двоечники менялись на глазах после того, как освоили строевой шаг. Я всегда своим коллегам говорю, что если мы нашли подход хотя бы к одному, соответственно, мы уже сделали большое, доброе, педагогическое, профессиональное дело. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.